Добрый день, уважаемые учащиеся, родители, телезрители. Мы продолжаем наше занятие. На прошлом занятии мы вам дали QR-код для того, чтобы вы решили вот эти три задачи. Мы сейчас проверяем и на следующем занятии разберем его. А сегодня мы вам представляем следующий QR-код, по которому вы также можете прорешить три задачи на отведенное время. Итак, приступаем к решению задач, связанные с физическим смыслом содержания. И дана следующая задача. На рисунке изображена схема вантового моста. Вертикальные пилоны связаны провисающей цепью. Вот она цепь. Вот цепь у нас пошла. Вот мост провисающей цепи. Тросы, которые свисают с сепи и поддерживают полотно моста, называются вантами. Вот они, ванты. Сейчас. Вот провисающие тросы называются вантами. Ведем систему координат. Ось ОЙ направим вертикально вдоль пилона. Одного из пилонов. Вот у нас ось и ОЙ. А ось ОХ направим вдоль полотна моста, как показано на рисунке. В этой системе координат линия, по которой провисает цепь моста, задается следующей формулой. Где икс измеряются, икс и игрек измеряются в метрах. Найдите длину ванты, расположенной в 30 метрах от пилона. От пилона. Давайте немножко посмотрим на мосты, которые у нас имеются в Российской Федерации, на территории Российской Федерации, которые построены по следующей схеме. Во Владивостоке вот такие вантовый мост имеется. И в Санкт-Петербурге тоже. Итак, давайте прорешим вот эту задачу. Нам необходимо найти длину ванты, расположенной вдоль длины ванты, расположенной в 30 метрах от пилона. Можно, конечно, пилону у нас вот они. Можно, конечно, взять любую из них. Но давайте возьмем от начала координат, от оси У. Вот отсюда. Мы должны найти длину, допустим, ванты, которая расположена в 30 метрах от пилона и должны его найти его высоту. То есть, длину. Для этого, конечно, необходимо найти у от 30 метров. И все. Давайте прорешим вот 30 метров. Подставляем вместо х 30. 0,05 умноженное на 30 в квадрате минус 0,74 умноженное на 30 плюс 25. Подставим вместо х 30 и прорешим следующее. Так. Итак, 30 в квадрате это у нас будет равно 900 минус 0,74. Остальное я пропишу. Конечно, можно решить с помощью столбиков. Но давайте я сделаю следующим образом. Все вот дробные, десятичную дробь приставлю в виде дроби. Итак, то есть 5 деленное на... После запятой у нас стоит 3 цифры тогда на 1000. Умножаю на 900, деленное на единицу. Минус 0,74 получается. Умножаю на 30, деленное на единицу. И плюс 25. 5. Вычисляем. Вернее, домножаем. 5 умножим на 900. То есть тут получится 4500. 1000 на единицу. Получается минус 74. Можно его прописать следующим образом. 74 умноженное на 30, деленное на 100. Да? И плюс 25. Равно 4500. Ну, нули сокращаются. То есть тут получается 45 десятых. А здесь тоже нули сокращаются. И 74 надо умножить на 3. 74 умножить на 3. Это у нас будет... 12. 222. Минус 222. Десятых. Плюс 25. Ну, общий знаменатель. Общий знаменатель у нас равен 10. Здесь у нас будет единица. Единица и 10. То есть 45 минус 222 плюс 250. Решая данное выражение, мы придем к тому, что 28,73 десятых. То есть тут получается 7,3 десятых. Так. То есть нам необходимо... Ну, мы нашли на самом-то деле ответ. То есть высота ванты, которая будет расположена в 30 метрах от пилона, будет равняться 7,3 метра. Итак, уважаемые учащиеся, не забываем про QR-код, по которому вы можете перейти к тестированию и выполнить задачи. Вторая задача. При температуре 0 градусов рельс имеет длину 10 метров. У нас имеется рельс, длина которого составляет 10 метров. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса. И его длина, выраженная в метрах, меняется по следующему закону. То есть при возрастании температуры рельс удлинится на 4,5 миллиметра. И нам необходимо найти ту температуру, при которой рельс удлинится на 4,5 миллиметра. Конечно, когда он удлинится, мы должны учесть следующий момент. У нас тут измерение в метрах, а тут в миллиметрах. Мы должны перевести в одно измерение. То есть при увеличении температуры рельс, длина рельса будет составлять 10. Если переведем в метрах, то получается 10404,5 миллиметра. А изначальная длина была равна 10 метрам, то есть 10 тысячам миллиметров. Подставляем в данное уравнение и решаем следующую. И решаем его. То есть это у нас будет альфа от Т нулевое. Подставляем 10 тысяч 4,5 миллиметра. Альфа у нас будет равен 10 тысячам миллиметра. Единица плюс альфа мы переписываем. 1,2 умноженное на 10 минус пятой степени. И умноженное на Т. Итак, сперва раскрываем скобку. 10 тысяч умножаем, да? И плюс еще 10 тысяч умноженное на 1,2 умноженное на 10 минус пятой степени Т. Дальше решаем вот это уравнение. Так. Тут вот это числовое выражение можно записать в виде 10 в четвертой степени. То есть 10 тысяч плюс 10 в четвертой степени умноженное на 1,3, 10 минус пятой. 10 тысяч переводим в Т. Т, вернее. 10 тысяч переводим в левую сторону и решаем. Т, вернее. Так. Это у нас читаем. 10 из 4,5 у нас будет равно. Это можно сразу посчитать. 10 в четвертой степени и 10 минус пятой степени произведение двухстепенных выражений. То есть тут можно записать следующим образом. 10 в четвертой степени минус пятой степени умноженное на 1,2 умноженное на 1,2 умноженное на т. То есть тут получается 4,5, 10 минус первой степени, умноженной на 1,2t. 4,45 умножаю на 1,1 умножаю на 1,5 умножаю на t. И можно все домножить на 100, дабы избавиться от знаменателя. То есть тут будет 450, умноженное на 12, умноженное на t. Отсюда находим t. t у нас равно 450 делим на 12. И это равно 37,5 температура. То есть у нас рельс расширится на 4,5 мм при градусе 37,5 градуса Сельдия. Итак, уважаемые учащиеся, на этом мы завершаем. Хочу напомнить вам про данный QR-код. По данному QR-коду вы можете приступить к решению задачи. Телефон По данному QR-коду вы можете приступить к решению задачи. Телефон По данному QR-коду вы можете приступить к решению задачи. Продолжение следует...